И вот некто, подойдя, сказал ему учитель, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную. Он же сказал ему, что ты спрашиваешь меня о добром, никто не благ, как только один Бог, если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие заповеди? Иисус сказал ему, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего, как самого себя. В Тратаке Брахот есть пример, когда ученики задают учителю подобный вопрос. Когда заболел Раби Элиезер, пришли ученики навестить его. Попросили Раби научи нас образу жизни, через который мы достигнем жизни вечной. Он ответил с уважением, относитесь друг к другу, беребедите детей своих от болтовни и растите их среди мудрецов. И когда вы молитесь, знайте, перед кем вы стоите, через сие удостоитесь вечной жизни. Ответ Иисуса можно понять, надо ли меня спрашивать о добром. Только Всевышний благ, так что обращайся к Нему с этими вопросами. Но Иисус говорит ему, если ты хочешь быть совершенным, то есть абсолютно совершенным, то ты должен выбрать между этим миром и миром будущим. Продай свое имение, раздай нищим, будешь иметь сокровища на небесах, приходи и следуй за мной. Истинно говорю вам или амен, амен говорю вам, трудно богатому войти в царство небесное. Еще говорю вам, удобнее верблюда пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство бур. Это достаточно сильное утверждение, потому что мы читаем на протяжении всей Торы, что Господь как бы благословляет богатством людей, а здесь богатство вроде является препятствием для прохождения в царство небесное. Согласно еврейской традиции, вне всякой зависимости, богатство, небогатство, Всевышний испытывает народ Израиля. Если дашь деньги взаимобедному из народа моего, написано так же, есть ли мучительный недуг, который я видел под солнцем, богатство, сберегаемое владетелем, его во вред ему. Блажен тот, кто способен выдержать испытания, ибо нет такого творения в мире, которое не испытывал бы Всевышний. Богатого он испытывает, проверяет, будет ли рука его открыта для бедных, а бедного испытывает, проверяя, принимает ли он страдания смиренно и без гнева. Написано, из китающихся бедных веди в дом. Если выдержит богатые испытания и творит милостыню, то пожинает плоды в этом мире и взрастает ему виноградник в мире грядущем. И Всевышний спасает его от ада, как написано. Счастлив, понимающий бедного, принимающий бедного в день бедствия спасет его. Еще одно толкование. Если дашь деньги взаимы бедному из народа моего, когда закончил шламо строительства храма, он молился такой молитвой. Владыка мира. Если есть некто, кто молится пред тобой о богатстве, но знаешь ты, что не подходит ему богатство, ты не давай ему. А если видишь человека, которому подходит богатство, дай ему, как написано, и воздай каждому по всем делам его. Ты, что знаешь сердце его. Ибо в этом мире злодеи живут в достатке, а праведники бедны. Но в будущем, когда откроют Всевышний для праведников богатства грядущего мира, злодеи, которые сегодня живут обманом, будут кусать своими зубами собственную плоть. Как сказано, глупец сложил руки, и свою плоть он будет есть. И возопят они, ох, если б только мы были простыми тружениками и носили поклажа на плечах наших. Лучше горстка покоя, чем полные пригоршни суеты и погони за ветром. Поэтому сказано, если дашь деньги взаимы бедному из народа моего, спросили сыны Израиля, а кто народ твой? И он сказал, это бедняки, как сказано, ибо утешил Господь народ свой бедных, своих пожалеет. Пророда человека из крови и плоти такова, что если есть у богатого бедные друзья, он чирается их, как написано, все братья бедного прозирают его. Притчах 19. Не таков Всевышний, которым написано и богатство, и слава от тебя, и владычествуешь ты над всем, но он покровительствует беднякам, как написано, и в нем найдут убежище бедняки из народа его. Не то, чтобы богатство обязательно было во вред. Нет, просто есть люди, для которых богатство очень серьезное искушение. Есть люди, для которых бедность очень серьезное искушение. Бедность не больше грех и не меньше грех, чем богатство. В том случае, если человек жалуется на свою бедность, это такой же самый грех, как если бы богатый человек гордиться своим богатством. Но вот так вот в жизни получается, что испытания богатством и испытания бедностью проходят далеко не все люди. И в данном конкретном случае мы имеем дело с богатым юношей. И у него проблемы богатого человека часто спрашивают о верблюде, о бегольных ушах. На самом деле были такие ворота в Иерусалиме? Нет. В Иерусалиме никогда не было таких ворот. Более того, Иисус несколько видоизменяет рассказы, которые были в его время. Выражение о верблюде нигде в традиции не встречается. Но вместо него очень часто встречается выражение о слоне, которое проходит через игольные уши. Так Рав Шешет, отвечая на совершенно притянутые, несоответствующие контексту предложение, которое он слышит от Рава Амрама, говорит, «А может быть ты из Ешивы в Памбедите, где умеют с помощью хитроумных аргументов протащить слона сквозь игольные уши?» Ответ Ешо указывает на то, что помощь от Всевышнего человек может преподавать все препятствия и все-таки достигнуть царства. «Раби Аси говорит, сказал Всевышний Израиль, откройте мне вход раскаяния в вашем сердце размером с игольные уши, и я открою вам врата, через которые войдут телицы и козы». Еще одно выражение о слонах, не о верблюдах. «Во сне человеку показывают только то, что он мог видеть и что способен представить. Не покажут золотую пальму или слона, проходящего через игольные уши». Иисус использует верблюда через игольные уши, но опять-таки показывает нечто такое, что совершенно невозможно для человека, но возможно Господу Богу. «Тогда Петр, отвечая ему, сказал, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же нам будет?» Иисус сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в обновленном бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле Славы Своей, сядете вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израиля. «Ибо сей, я творю небеса новые, землю новую, прежней не будут воспоминаемы и не придут на умы». Мы читаем об этом уже в Писаниях. В Псалмах Соломона 17 мы читаем Псалмы Соломона, это не Псалмы Давида. Просто чтобы вы знали, одно это библейский текст, другое нет. Итак, Псалмы Соломона 17. «Призри на них, Господи, и восставь им царя их, сына Давидова в тот час, который ты знаешь, Боже. Да царит он над Израилем, отроком твоим, припоявши его силою поражать правителей неправедных. Да очистит он Иерусалим от язычников, топчущих город на погибель. При мудрости и в праведливости да изгонит он грешников от наследия твоего, да искоренит гордыню грешников, подобно сосудам глиняным сокрушит жезлом железным всякое упорство их». «И да погубит он язычников беззаконных словами у своих, угрозой его побегут язычники от лица его, и обличит он грешников словом сердца их. И возьмет он народы язычников, служит ему под игом его, и прославит он Господа в очах всей земли. И чистит он Иерусалим, осветив его, как он был в начале. «Придут племена от края земли, дабы видеть славу его, и неся в дар истомленных сынов Иерусалима, дабы видеть славу Господнюю, кою прославил он эту землю. И сам справедливый царь научен будет Богом у них». То есть есть намек на правление сынов Иакова, имеется в виду израильтян, в грядущем мире. Еще в одном тексте, который называется «Завещание Иуды», мы тоже можем прочитать следующее. «После того восстанут в жизни Авраам, Исаак и Яков, а я и братья мои станем вождями колен Израиля. Первый Левиев, второй Я, третий Иосиф, четвертый Вениамин, пятый Симеон, шестой Исахар. Итак, все по порядку. Дабоксовил Господь Бог Левин, ангел, ангел, лика Господня, меня, силы, славы, Симеона, небо, Рувима, земля Исахара, море Завулуна, горы Иосифа, скиния Вениамина, святильники Дана, сады Демски, нефалима и так далее. Идея состоит в том, что мотив того, кто будет заниматься судом вместе с Господом Богом в последние времена, она занимала сынов Израилевых. И, естественно, Иисус говорит, что вы, мои последователи, на 12 престолах будете судить 12 колен Израилевых. Я хочу подчеркнуть, что в этот момент с ними ходит еще и Иуда. С ними ходит Иуда, и если обращено к ним, то надо понимать, что когда он говорит о 12, это символическое число, и он не имеет в виду конкретно Иуда. Иуда Искариот будет тот, который будет судить. Но имеет в виду, что 12, это на 12 колен Израилевых, то есть весь народ Израиля. И многие же первые будут последними, последние будут первыми. Бава Ватра, трактат 106, говорит, Иосиф, сын Раби Иошуа, заболел и умер. И через некоторое время воскрес. Вообще-то, как бы, есть идея воскресения, даже в Толмуде. Спросил его отец, какой мир ты видел? Он ответил, перевернутый мир я видел. Возвышенный в этом мире, там внизу, а приниженный в этом мире, там вверху. Ответил ему Раби Иошуа, ясный мир ты видел. А как нам там, то есть как мы, изучающие Тору. Так же, как мы уважаемы здесь, мы уважаемы и там. И слышал я, как говорят, блажен, кто пришел в этот мир, и учение его в руках у него. Идея очень простая. Тот, кто занят тем, чтобы быть в этом мире первым, будет там последним. Тот, кто тяготится тем, что он здесь последний, а писание не разбирает этот случай, но тот, кто принимает на себя крест быть последним, будет там первым. Но люди, которые не задаются этими вопросами, а просто кто первый, кто последний, а они просто изучают Тору и служат Господу Богу, то точно так же, как они были здесь уважаемы со стороны Господа Бога, так, естественно, будет и там. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok